итак уважаемые любители кофе приступаем к заправке капсулы для кофе-машины меспрессо тестируем кофе jardin breakfast blend степень насыщенность вкуса двойка вот такое кофе неплохой я уже его пробовал чем не нравится кофе jardin поэтому я и сразу предполагал что он будет хорошим но он оказался написано арабика средняя обжарка значит вот здесь сзади у меня оборвалась но на самом деле на этой части написано что кофе подходит для используем кофе-машинах и это как бы послужило толчком что стоит его протестировать на самом деле хорошо заправляется хорошо заваривается и пенка у него нормально получать в общем посмотрите на видео приступаем заправки то есть берем берем кофе берем мерную ложечку насыпаем кофе в капсулу вот первый раз насыпали сколько-то там насыпалось я ее здесь не перенося в стаканчик сразу от трамбовую на каналах я видел что надо трамбовать там я не знаю до какой степени там сильно давить еще что-то ничего подобного я не подтверждаю то есть мы не даем такой силы и нормально все заварится когда там сильно плотно капсула гонется ли в руках эффект тот же вот досыпаю ну это чтоб меньше просыпалась у меня все вот вот я сколько-то насыпал потом ставлю его сюда можно прям тут сыпать 2 больше просыпаешь все затем собираем с краев кофе капсулу и трамбуем и и и вот я там будет он будет без фанатизма ну и смотрю так сколько у меня получается у меня ну знаете тут где-то миллиметра два буртик есть по сути можно на этом успокоиться но это вот хочется было что полное и опять положили положили утрамбовали все вот примерно уровень ну под под кончик под кромку сейчас я вам покажу то есть тут ну кто-то говорит надо с горкой насыпать что-то я как бы не подтверждает никакой горки тут не надо то есть вот вот так вот насыпано все следующий процесс берем фольгу фольгу которую мы предварительно нарезали прикладываем ее ну примерно так равномерно честно скажу не неважно это у меня с запасом фольга вырезанная с помощью этого бокала все вот прикрыл теперь сверху одеваю на нее вот она мне съехала маляха поправляю еще не главное чтоб она легла и на все края прижалась сверху одевая этот крышечку все и дальше идет процесс обжимки но я стараюсь что она маленечко как бы натянута было еще знаете иногда иногда можно гнется капсула да там когда вы моете там еще что-то я и уравниваю выравниваю просто ложу на вот так вот и по краям так чик так вот раз 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 все вот она выровнялась ровненько вот видите маленько неровно положил мне тут немножко фольги есть ну и ничего страшного никак это ни на чем не отразится все вот края обжали все по сути капсула готова к используем все затем я их складываю заправляя сразу много капсул на неделю на две там зависимости от того сначала было мало сейчас много за это время все вот капсула готова ее будем тестировать уже в кофе автомате вот такой процесс заправки капсулы практически ничем не отличается заправка капсулы оригинальной капсула лер капсула пластиковая вот весь процесс он всегда будет одинаковый вот так ну что ж переходим к следующему шагу итак уважаемые любители кофе мы с вами продолжаем тестирование кофе автомата пилонги энеспрессо сегодня мы тестируем кофе jardin breakfast blend заправленная в оригинальной капсулы эспрессо процесс заправки вы просмотрели теперь мы переходим к собственно говоря к приготовлению данного кофе в кофемашине итак будем готовить с вами капучино объемом лунга молоко я заранее добавил как готовим молоко в каких пропорциях что этом заливая представлена в обзоре на кофемашину поэтому можете познакомиться отдельно включаем чинатор устанавливаем капсулу капсула заправлена все автомат прогрелся включаем начинать процесс готовки вы видели сколько воды получается когда готовится оригинальная капсула часто и посмотрите сколько жидкости мимо прольется приемник вот капсуле которую мы с вами самостоятельно заправили и так вот видите объем ну достаточно много получилось объема по сравнению с другими сортами то есть в оригинале она ну она маленько повыше вот такой объем пены вот достаточно неплохой объем пен пены надо сказать теперь я вам продемонстрирую объем воды и как у нас повела себя капсула так вот таким образом капсула пробилась вот это капсула сзади она еще раз я говорю второй раз уже про используется в эту версию можно наблюдать они как раз другие места пробили не беспокойтесь что если они рядом или там ничего страшного нет теперь по части воды если вы помните что жидкости в оригинальной ну там на эспрессо вот этой же капсуле просто было чуть-чуть там совсем здесь вот такой объем жидкости учился мимо вот пена неплохая то есть это еще раз говорю jardin breakfast blend кофе на ней сзади написано что она предназначена для кофемашин они имеют виду рожкового типа конечно вот мы теперь готовим с вами капучино мой любимый наливаем сюда пены ну если вы любите больше пены то конечно вам нужно ее туда закружать я люблю кофе с молоком поэтому соответственно вот ну в данном случае даже пена осталось вот весьма рекомендую приятного кофе пить и всего доброго до свидания